Дима на месте, Денис как обычно задерживается, извините. Да нет, он уже подъехал, сейчас подойдет к вам. Все увидели, да, у нас. Привет. Привет. Ожидаем мужчину, какие-то улики там он обнаружил у жены, какие-то конкретные, говорит. Внимание, вот заявитель подходит, увидели. Илья Носов, 27 лет, менеджер в автосалоне. Женат, детей нет, подозревает супругу в неверности. Вечер добрый. Здравствуйте. Илья, Дмитрий, Денис, приятно. Скажите, Илья, что вас к нам привело? Я подразумеваю, что у моей жены кто-то появился. Мы уже 6 лет в браке, и все было нормально. И времени много, и внимания мне всегда уделяло, и тепло, ну все. А сейчас она как-то поменялась, нервная стала. Стала она последние 2 или 3 недели, в общем, на работе задерживаться. Раньше такого никогда не было. Может, работа больше стала у жены, поэтому задерживалась? Ну, она тоже говорит, что работы много, устаю. Но я еще начал замечать синяки, причем постоянно новые. Много и часто. Я понял. Я не знаю, что с ней происходит, поэтому решил проверить, мало ли. А круг ее общения вам известен? Друзья, подруги? Ну, вот у нее две подруги, Инна и Галина, да. Они вместе работают в этом шоу-руме. Что за шоу-рум? Они там продают брендовую одежду. Он такой небольшой, вроде как для своих. Тогда просто так не придешь, ну, либо по звонку, либо по записи. Я думаю, что все-таки вот там что-то у нее происходит. Давайте тогда установим камеру в этом шоу-руме. Попытаемся туда проникнуть. Да и в целом понаблюдаем за вашей женой. Ну, вы пока не переживайте, но тем не менее, будьте готовы. Хорошо. Любую информацию. Спасибо вам. Всего доброго. Не расходимся, и вторая группа с вами подъедет. На следующий день наша команда приступила к работе над новым расследованием. Оперативники следуют за подозреваемой от дома до места ее работы. Вторая группа передаем вам объект. У меня есть сменина. Аврора Носова, 25 лет. Консультант в шоу-руме эксклюзивной одежды. Замужем, детей нет. Дима, подходит она к месту работы. Внутри. Объект на месте. Группа веса готова приступать? Один, все заряжены. Ну все, тогда погнали. Релейку готовим. Да, нас пошли уже. Увидели. Поскольку в магазин, где работает Аврора, так просто с улицы не попасть, наши сотрудники под видом покупателей заранее договорились о времени визита. Сейчас они направляются в шоу-рум, где им предстоит установить систему видеонаблюдения. Внутри сигнал должен проходить. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Добрый день. Здрасте, а я Маша, я вам звонила. Сходите, пожалуйста. Спасибо. Вот теперь зашли. Здрасте, меня зовут Аврора. Очень приятно. Чай, коже? Не-не-не, спасибо большое. Красиво у вас. Вы костюм чуть хотели? Да, да, да. Готовьтесь. Пока наша сотрудница отвлекает внимание Авроры и подбирает вместе с ней модные наряды, оперативник в образе скучающего мужа слоняется по магазину и размещает камеры. Ему надо действовать осторожно, чтобы подозреваемая не заметила, чем он на самом деле занят. Я хотел девочек, он такой прикольный. Есть уже. Как это шутка проходит? Все, есть. Все, пошли. Ребята, не забудьте в примерочных. Последняя камера установлена в примерочных. Теперь мы сможем увидеть абсолютно все, что будет происходить в шоу-руме. Но на этом все, подтвердили. Олег, Маша, молодцы. Сигнал идет, можете уходить. Спасибо, Рулейка, приняла. Зачок, очки и вот эта футболочка. Да, у нас много клиентов. Я могу отложить на один день. Звонить вам завтра. Сегодня, кстати, народу никого нет. Она говорит, что у них клиентов много. Подумайте, потом пару часов. Сейчас мы с... Эм, эфир. Извините, пишем. Совершенно так. Это откровенно. Спасибо вам огромное. Очень красиво у вас. Как всегда, оперативники сработали в высшей степени профессионально. Маша и Олег попрощались с Авророй и покинули магазин. Разбросало все. Ай, наверное, не перезвонили. Зачем приезжать и ничего не покупать? Недовольная девица не стеснялась в выражениях. Удивительно, откуда у милого хрупкого создания столько агрессии. Может быть, она и правда очень много работает, сильно устает, и в итоге любая мелочь вызывает у нее раздражение. Звонок у нас фиксирует звук. Да, все проходит, пишет. Алло. Да, Леш. Иди, Алексей звонит. Да, я на месте. Ага. Жду тебя. Алексей приедет. А мы готовы. Ребят, все слышали? Ждем какого-то Лешу. Поэтому полная готовность. Да, приняли деньги. В магазине вместе с Авророй работают еще две ее подруги. Инна и Галина. Шоу-рум специализируется исключительно на женской одежде. Что за Леша должен сейчас приехать к нашей подозреваемой? Пока одна она попрестна. Время шло, однако никакой Леша до сих пор не появлялся. Не было и покупательниц. Пока со стороны работа Авроры не кажется какой-то очень сложной. Красивый интерьер и красивые вещи. Многие девушки мечтают оказаться на ее месте. О, Галка, привет. Привет, привет. Видел, что она заходила, просто не успела. Галина зовут женщина. Да, я приходила туда. Да, да, сотрудница тоже с магазина. Все, кончу, все. Отложила пару вещей, не знаю, купит или нет. Ой, вот какой магазин. Такие люди вообще ходят. Камеры устанавливают. Я не знаю, что хотят. Олег, смотри, приложите, да, смешно. Так мне понравился, вот этот кухен. Вот жмот. Самое странное. Ходил в платье. Олег, да ты жмот. Ребята, все, давайте внимательно. Слушаем, следим. Так что у вас цветочек. Аврора и Галина перемыли косточки нашим сотрудникам. Еще бы, больше же некому. Кроме нас в шоуруме сегодня не было никаких клиентов. Время сейчас непростое. Людям приходится сокращать свои расходы. Многие подобные бизнесы не смогли пережить карантин и закрылись. Интересно, как на самом деле обстоят дела у этого магазина. За счет чего он существует? Возможно, скоро должна появиться еще одна подруга и напарница девчонок Инна. Может быть, с ее приходом появится какая-то новая информация, которая объяснит задержки Авроры на работе и ее многочисленные синяки. Всем внимания, у вас гости. Мужчина и женщина с какой-то коробкой. Да, видим. Некоторое время спустя мы увидели, как к шоуруму подходят мужчина и женщина, нагруженные коробками и пакетами. Леша, я вам приветствую. Здравствуйте. Это тот самый Алексей, с которым она разговаривала по телефону. Привет, я вам рада. Я тоже назвала его Лешей. Третье, приветствую. Ну, на шмот, девоньки. Любуемся. Ну, ты на самом деле поняла, что это было? Надо все разобрать быстренько. Саша, пофотать. Похоже, это тот самый Алеша, которого Аврора и мы ждали с самого утра. Парень стал готовить фотоаппаратуру, чтобы отснять новые вещи. Очевидно, он не первый раз сотрудничает с девушкой. Мы ведем наблюдение за Авророй Носовой. Ее супруг Илья заподозрил жену в неверности. Только что в шоу-руме фотограф Леша закончил снимать коллекцию новых вещей. Наша героиня отказалась выступить в качестве модели, сославшись на синяки. Пока ничего сомнительного в поведении Авроры нами зафиксировано не было. Продолжаем. Леша, давай уже быстрее. Как можно хамячить? Ну, сейчас, сейчас, сейчас. Ну, только начнем подождите. Отдохнуть не надо, а сам... Да, да, да. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Похоже, Алексей и Инна сейчас уедут там сами решать везти их. Ладно. Да. Везти не будем, но и похоже, что между ними отношения какие-то есть амурные. Балечка? Давай, счастливо. Спасибо. Если что, девчонки, звоните, я на связи. Судя по всему, Инна здесь главная. Она привезла новую коллекцию, она отдавала распоряжения и девушкам, и фотографу. А теперь, как настоящий начальник, уехала пораньше с работы, оставив Аврору и Галину разбирать вещи. Продолжаем работать в салоне, этих оставили. Принято, спасибо. Не понимаю я Инну. Че она с этим Лешей связалась? Он самый Семен супер мужик. И любит, и заботливый, сам при деньгах. Бизнес ей подарил. Живи не хочу. Хочется? Хочется. Теперь ничего. Нечего? Ну, если мужнек узнает, мы с тобой без работы тоже останемся. Это философия. Да как же он узнает-то? Мы же ему ничего не скажем. Теперь с этим шоурумом все стало ясно. Вряд ли это можно считать настоящим бизнесом. Просто богатый муж подарил своей жене игрушку. Очевидно, он же и покрывает все расходы на аренду и зарплату сотрудникам. Знал бы Семен, что в качестве благодарности супруга завела себе любовника. Мужчине определенно стоит посмотреть нашу программу и обратиться к нам за помощью. Галь, я бегу. Меня муж попросил пораньше сегодня пойти. Внимание, наш подозреваемый будет сейчас выходить. Хорошо. А вы будете за ней следить? Да. Слева. Санкт-Петербург готова. Это было довольно неожиданное решение. Аврора собралась так быстро, как будто спешила на свидание. Нам показалось, что она сказала подруге про Илью только для того, чтобы иметь благовидный предлог уйти пораньше с работы. Однако девушка, видимо, решив загладить вину перед мужем за свои поздние возвращения, действительно отправилась домой. Второй день наблюдения прошел спокойно. Ничего подозрительного замечено не было. Наступил третий день нашего расследования. Сегодня шоу-рум закрыт, у всех выходной, и Аврора с подругой собрались сходить в кинотеатр. У нас звука нет. А вот. Где там Инна наша? Сейчас я ей позвоню. Да, спасибо, проходит. Они ждут Ильну. Ну, как всегда. Где она может быть? Алло, Инна, ты где? Опаздываешь? А что, если они в кино пойдут, нам идти? Пойдем. Ждать команду. Бежит. Что-то ты не видать. Так, увидели третью девушку. Что будем с таки делать-то? О, идет, наконец. Привет. Бежит, давай бегом. Мы уже заждались тебя. Где ты там была? Простите, девочка. Ой, летит прям. Счастливая такая. Где была? Пойдемте быстрее, сейчас уже начнется. Так, ну, девочки у нас пошли в кино. Мы внутри заходим за ними? Нет, нет, давайте. Ждем снаружи. Перед ней, как всегда. Группа наружного наблюдения приготовилась к долгому дежурству у кинотеатра. Однако через полчаса после начала фильма мы увидели выбегающую из здания Аврору. Конечно, может быть, ей не понравился фильм или она поссорилась с подругами. Однако девушка спешила. Видимо, у нее появилось какое-то важное дело. А, видимо, она в сторону офиса, похоже, движется своего. Допустите, если надо будет, поменять эти дышеходы. К нашему большому удивлению оказалось, что Авроре зачем-то в свой выходной понадобилось приходить на работу в шоу-рум. Причем ее подружки и напарницы остались смотреть кино. Пока мы теряемся в догадках, что могло случиться. Какая-то важная клиентка срочно захотела купить себе новое платье? Она внутри, даю картинку. Спасибо, никого нет. А, вот свет зажгла. Никого нет. В магазине наша подозреваемая занялась своей обычной работой. Как ни в чем не бывало, она стала приводить в порядок вещи. Ожидая развития событий, мы взяли под наблюдение подход к шоу-руму. Может быть, мы увидим кого-то знакомого. Всем внимания, здоровый мужик в черном направляется ко входу в магазин. Спасибо. Да, это к нам. Это какой-то индивидуальный клиент. Актильные контакты, ребята, все есть, все началось. Да, видим, фиксируем. Спасибо. Сразу стало ясным происхождение синяков на теле Авроры. Дмитрий встречает Дениса рядом с шоу-румом, где сейчас развлекаются тайные любовники. В самое ближайшее время должен подъехать Илья. Ему придется узнать о своей жене шокирующую правду. Так, ну, Илья сейчас подъедет, так, бары вынесет. А парочка наша... И там еще? Как давно они, интересно, с ними знакомы? Ну, можно у Ильи спросить, как давно появились синяки. То есть там все жестко. Фордкор. Некоторые любят пожестче, да? Внимание, парни, подъезжает заявитель. Билю и левую машину, все в порядке. Здравствуйте, Илья. Добрый вечер. Вынуждено вас огорчить. У вашей жены есть любовник. Это некто Максим. Посмотрите, может быть, вы его узнаете. Но... Ребята, резко он рванул. Смотрите, чтобы он не получил там от этого здравяка. Там офис закрыт. Мы у подъезда. Будьте внимательны, пожалуйста. Вы не можете снять или что? Что пришли? Максим, может быть, как раз и не понимает, чего мы пришли. А вы прекрасно должны все понимать. Давайте вы нам открывайте дверь, мы поговорим, как нормальные люди. Я вообще от этого ушел. Этот дровяк собирается выходить. Домой, он еще взросется! Будьте внимательны, он собрался. Саша, давай ко входу подтягивайся, да? Внимание, наш заявитель уходит. Скажите, или что мы будем делать? Дожидаться домой? И Денис работает, работайте по вещам. И что ему? Да, мы с Кирилем. Ты понимаешь, что я работаю? И мы даже сейчас весь видим. И меня потом увидят люди, и что? Что? Так, Денис с заявителем собирается уезжать. Ехали, мы поняли. С Димой работаем. Максим, чем дольше вы находитесь в этом помещении, тем дольше вас снимают. Идите отсюда! Я бы вам рекомендовал покинуть. Идите отсюда! Дима, они пока не открыли ничего. Поехали! Доставай вообще! Кура! Да, ну тебе! Будьте внимательны, выходят! Здрасте, вот все! Не надо, не надо! Не стесняйтесь! С вами будет рядом! С мужем-то не захотите, почему? Семья-то не захотите. Давайте заходим. Что вам нужно? Пообщаться. О чем? Ну, о вашем поведении. Не стыдно вам? Моя жизнь. Что вам вообще-то делаю? Ну вот у вас такой сильный любовник. Что вам нужно? Идите отсюда! Ну что же не слабый человек? Да вы уходите! Да вы не нервничаете с таким? Не хотите, сможем пообщаться? Девушки, выходим, выходим. Что вы все снимаете? Идите отсюда! Это что? Походу на этом операция и закончилась. Ждем команды от него. Понятно. Стоп. Спасибо. Супруги Носовы развелись. Илья тяжело переживал все произошедшее. Продолжает ли Аврора встречаться с Максимом, нам неизвестно. Продолжение следует...